Гарри Кришна 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 Гарри Рамма Гарри Рамма Рама, Рама, Харе, 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 Кришна, Харе, Кришна, Кришна, Харе, 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 Рама, Харе, Рама, Рама, Харе, 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 Кришна, 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 И будам мало те джасам, на шалока вечером, кто твоя левица. Тут еще. Доброе утро. 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 Бога, мы должны перенять у Махараджи Прохлады его мотивы. Потому что, по большому счету, не самое главное, что мы делаем, а самое главное то, как мы делаем или зачем мы это делаем. Наикадаши можно поститься для того, чтобы лучше было здоровье, все знают, что. Несколько раз в месяц пост, это очень благоприятно для здоровья. А можно поститься, потому что Кришне это нравится. И вот это две разные вещи. Действие одно и то же, ничего не есть. А вот результат будет разный. Как правило, мотив не свойственен монахам, потому что у них в любом случае нет денег. Вы из сострадания, как условно, падшим духом вверх кали. Я думаю, что Шадакумар пробовал. Как-нибудь откроет курс, как вести экономный семейный бюджет. Это рекламная пауза. Он может поделиться, он не ведет бюджет храма, поэтому он может поделиться, как вести семейный бюджет. Все логично. Окей, вернемся к Шамадбхагаватам. И мотивом Пахлада Махараджа было то, что он хотел изучить природу праведников. Он не просто потешил по свету, потому что ему хотелось других посмотреть, себя показать. Ему хотелось пожить в роскошных апартаментах, покушать разную вкусную еду, которую в разных местах готовят. Всегда приезжаем, интересно покушать местную еду, которая вкусная. Но Пахлада Махараджа не было такой цели. Пахлада Махарадж хотел узнать природу святых. И он встретил одного великого святого. И он там лежал в пыли, в пыли где-то. И никто не мог понять, кто это был святой, как его зовут. Он вел себя очень странно. Он просто ждал, когда ему что-нибудь в рот упадет. И это ел. Ничего не падало в рот, ничего не ел. И, по большому счету, Пахладе Махараджа не было очень интересно, кем был этот святой в прошлом. И в будущем сейчас он начнет задавать им очень важные вопросы. Это будет чуть позже. Но сначала, что он делает? Он выражает предание этому святому. Он уже этому почтение. Потому что нельзя задавать вопросы кому-то. Не очень практично. Но не задаются вопросы до того, как мы привели почтение к человеку. На протяжении всего Шримад Бхагавата мы можем видеть, что когда приходят великие святые куда-то каким-то царям, первое, что они делают, они выражают им почтение. И Шипангуслай Махарадж объясняет, что когда мы встречаем старших и не оказываем почтение, если мы заботимся о своем здоровье даже, то это очень неблагоприятно. Почему? Потому что прана поднимается, а мы остаемся на том же самом уровне. Поэтому если кто-то помнит, в советских школах всегда, когда учитель заходил, все вставали. Почему-то эта традиция умерла. Не знаю почему. Калиюга проникла сильнее в систему образования. И принесла всякие странные традиции в систему образования. И убрала какие-то хорошие традиции в систему образования. И когда мы этого не делаем, мы фактически наносим вред собственному здоровью. Таким образом работают законы кармы. Если мы уважаем непочтение к принципу гуру или принципу старшинства, то, соответственно, наши шансы нормально жить в этом мире уменьшаются. И наша продолжительность жизни сокращается. Потому что мы проявляем неуважение к этому принципу. Принципу гуру. И гуру это не какая-то конкретная личность. То есть конкретная личность является воплощением этого принципа. В первую очередь это вселенский принцип. И когда мы его нарушаем, то тогда мы призываем на свою голову различные беды. И очень важно увидеть, как ведет себя величайший преданный Господа Прохлада Махараджа. Не так часто бывает, что кто-то может рассчитывать на то, что Кришна сам придет, выйдет из колонны и скажет, Харибол, я здесь, что ты имеешь против моего преданного? И также очень важная вещь, которая здесь говорится в этих стихах, что не спрашивают и никогда не показывают преданному, кем он был раньше. Это не имеет, во-первых, никакого значения, а во-вторых, это просто оскорбление. Потому что в тот момент, что мы встали на путь преданного служения, не имеет никакого значения, кем мы были раньше. Я вам даже знаю конкретные случаи, когда преданные, люди стали преданными в местах лишения свободы. Милосливые преданные в свое время пораздавали книг во всякие тюрьмы. и в одной камере не было подушки. Ему выдали из библиотеки книжку, сказали, будешь вместо подушки класть под голову. Это была книжка, книга его божественной милости, Бхагавадгита, как она есть. И он спал какое-то количество времени долго довольно-таки на этой книге. Она относительно большая, удобно спать, видимо. Ну, не думаю, что стоит практиковать такое общение с Бхагавадгитой. И в один прекрасный момент он подумал, ну, я все равно не сплю ночью, а днем можно ее и почитать. Открыл Бхагавадгиту, просчитал ее, подумал, у меня куча свободного времени здесь. Чего бы мне не повторять Харе Кришна, как здесь написано. Написал там, сзади есть адрес, написал письмо, я такой-то, такой-то, из такой-то тюрьмы, очень приятно познакомиться. Не могли вы мне четки прислать. В ББТ получили письмо, прислали четки. Человеку было скучно, он начал повторять потихонечку, немножко всего один лаг Святого Имени в день. И как результат общения с Бхагавадгитой. И, как видно, Прупада может проповедовать таким образом, что даже когда спят на его книгах, они действуют. Не говорят о том, когда их читают. поэтому можно сделать вывод из этого, что насколько благоприятно читать книги Шелапрабады, спать, вероятно, не всего менее благоприятно на них. Вот, этот преданный через какое-то время повторение Святого Имени, чтение Бхагавадгиты и сна на Бхагавадгите, он написал письмо духовному учителю и сказал, что он очень хочет послужить ему, что Паде хочет построить храм. Результатов не знаю, но знаю, что через какое-то количество лет его выпустили по амнести. Такого могущества сна на книгах Шелапрабада. Почему я это рассказал? Потому что бывают разные пути Кришне к Шелапрабаде и мы совершаем величайшее оскорбление, когда мы напоминаем преданным, кем они были. И также оскорблением является обращать внимание на происхождение какие-то физические недостатки преданных и так далее. Все это не к месту, не по делу. Трансцендентный поворай склон ки джай. прохлада махараджа не интересовала, кем был этот святой. Его интересовало, кем он является сейчас. И он понимал, что по своей беспричинной милости этот великий святой может поделиться с ним своим бахте. И поэтому он предложил ему свое почтение и впоследствии начнет задавать вопросы, важные вопросы. Он не начнет задавать вопросы, как мне зарабатывать на жизни, хотя прохлада махараджева не очень надо было зарабатывать на жизни. У него было небольшое царство относительно. но ему хватало. Ему нет было необходимости зарабатывать на жизнь, потому что он был царем всего мира. Но тем не менее не было у него также вопросов к святому по поводу того, как ему вести семью, как что-то делать. У него были важные вопросы существования. Как мне быть счастливым? Потому что, к сожалению, в этом мире счастливыми могут быть либо только святые, которые описаны в этом стихе, либо сумасшедшие. Две категории. Либо святой, либо сумасшедший. Потому что все остальные несчастные, все остальные страдают. А когда мы думаем, что мы счастливые, это просто наших страданий порция в этот день немножко уменьшилась. И поэтому мы думаем, что уже классно, уже счастье. вместо перловой каши дали гречку. О, уже счастье. Я спросил, как у него дела, он мне написал плохо, гречки нет. Но все эти проблемы не интересовали Прохлада Махараджа. Прохлада Махараджа интересовал единственный вопрос. Каков вы долг в этом мире? Что он должен делать? Для чего? Потому что это единственный правильный вопрос. Как тоже единственный правильный вопрос, когда мы приходим духовному учителю, очень часто у нас есть вопросы. О, типа, очень один из самых частых вопросов. Можно мне жениться? Такой следующий вопрос. На следующем даршине? Это вот то, что Кришна Прабу есть единственный вопрос. Как он может послужить духовному учителю? На самом деле это единственный вопрос. У Читила Пропады не было вопросов к самому духовному учителю. У него был единственный вопрос. Шрилу Городев, как я могу послужить? Он когда вышел от духовного учителя, он не сказал, как мне не повезло, духовный учитель меня не понял. Бывают непонятливые видимо, видимо, духовный учителя не понимают нас. Но у Шрилы Пропады не было вопроса. Ему сказали, дали гипермиссию. Вот тебе надо ехать и распространять сознание Кришны. Шрилы Пропады сказал, есть, я поехал. И он поехал в 70 лет. Почему? Потому что он был приспоедом благодарности своему духовному учителю. Для того, чтобы получить благодарность, нужно в первую очередь понять за что. Что для меня человек сделал. для этого очень важно вообще задуматься о том, как много Кришна для нас сделал. Для этого просто нужно взять лист бумаги, выделить какое-то небольшое количество времени и позаписывать о том, что для нас сделал и кто для нас от имени Кришны что-то сделал. Если мы искренне, у нас будет очень-очень длинный список. Потому что благодаря кому-то мы появились здесь на свет, для кому-то мы получили образование, что-то научились, для кому-то мы познакомились с обществом преданных, для кому-то мы получили первую книгу, для кому-то мы научились делать чипати, и список может быть очень-очень длинным. Как-то по беспричине милости партасаратки махараджа, мы оказались у него в гостях, и он нам местно рассказал про свою духовную практику, что он возносит молитвы каждый день, всего-навсего, два часа в день, или три, я уже сейчас не помню, и он возносит молитвы всем тем, кто ему помог, кто ничего не помогал и не мешал, а также тем, кто мешал, и он рассказал нам про одного людей, которым возносят молитвы, этот человек был наркоманом, его даже в ЮАР не пускали в храм ночевать, потому что он был наркоманом, они хотели его пускать, и он был единственным человеком в то время, который помогал Махараджу, и Махарадж купил ему такой домик на колесах, в котором он жил, и впоследствии его убили. Печальная история в какой-то степени. Вот, и ему Махарадж возносил молитвы приблизительно в таком формате, как первая часть пранаманта Решил Пропады, просто вставлял его имя туда. И так он это делал с каждым. Почему? Потому что он был приспоединен вот этим чувством благодарности ко всем, кто встречался на его пути. И на самом деле в духовной реальности, в духовном мире никому не нужны неблагодарные живые существа. Для них существует материальный мир. это единственное место, где могут жить неблагодарные личности. В духовной реальности неблагодарные личности жить не могут. Им там нечего делать. Там все друг другу благодарны и все хотят, чтобы Кришна был счастлив. на первый шаг к пониманию того вообще этого желания, чтобы Кришна быть счастлив, он на такой степени заоблачная, что вообще непонятно, когда я с ним встречусь. Но чувство благодарности можно в себе развить даже чисто думая, просто думая, думая о том, кто для меня что-то хорошее сегодня сделал. Вот. через какое-то количество времени там будет завтрак, кто-то его приготовил. Можно просто подойти к повару и сказать спасибо. Что? И поздравить с днем рождения. А кто это? А, Игорь сегодня готовил? Вот. И у него сегодня день рождения. Рибол! Рибол! кто-то рано-рано встал, разбудил божеств, переодел. Тоже можно подойти и сказать спасибо. Кто-то для этих божеств приготовил подношение, чтобы его можно было предложить. Сидит и улыбается. И так можно до бесконечности. вот. Потому что мы очень часто приходим на просад и подумаем ну хорошо вот Игорь приготовил этот просад. Ну понятно, что он вкусно готовит. Аж всем понятно, все это знают. Ну и нормально. Но ему будет очень приятно, если кто-то к нему подойдет и скажет Игорек был очень вкусный просад. Потому что потому что то, что все знают, это никто не знает в результате. Вот. И ему это будет очень приятно. Нужно подойти к Господи по Карамиджаеву шел, к Карамиджаеву сказать, как ты красиво переделал сегодня божеств. После того, как после Махапрасад можно подойти к Туши Кришне и поблагодарить. Как? Красиво. Как красиво и вкусно он приготовил для божеств. Несмотря на то, что мы знаем, что он как правило вкусно готовит, абсолютно нормальная вещь, ему будет очень приятно. Он голову опустил, но приятно будет. Спрятался, чтобы его не видели. И можно подойти к случаю не пробую сказать как Кла... Это конец мысли, поэтому мысль будет неполная просто. Спросить, сказать, как классно поет Кирт, несмотря на то, что мы знаем, что он очень классно поет. Это не будет открытием Америки. Все это знают от известного всех трех мирах. Даже если будет закрытием Америки, ничего страшного не произойдет. Америка откроется, потом может быть заново, когда вы туда приедете пить киртом. Вот. И это до бесконечности кто-то сегодня помыл пол в алтарной очень чисто, видите, как чисто в алтарной. Тупо Макс, Вот. и так до бесконечности можно рассматривать. То есть мы иногда думаем, что это само собой разумеется, что он приготовил вкусно, что он помыл чисто пол, что он красиво одел божеств. Но для этого нужно было приложить усилия. Для того, чтобы мы пришли в 4.30 и перед нами открылся, человек должен был в 2 с чем-то встать. Для того, чтобы приготовить завтрак для божеств, нужно было приехать в храм и чтобы к семье с чем-то этот завтрак уже был готов. Это тратится какое-то время. Для того, чтобы были эти гирлянды, кто-то вчера пришел и сделал. Он оставил свои дела, специально приехал. Это не само собой разумеющество. Если мы хотя бы иногда будем говорить им за это спасибо, то наше общество будет вероятнее всего другим. Харе Кришна, я уже должен закончить. Может быть у кого-то есть какие-то вопросы, комментарии, дополнения, замечания. У нас норма по одному вопросу. вопрос. Мы обсуждали когда-то, но чтобы освежить память, в текстах говорится, и вы подчеркнули, что Прохлада Махараджа был любимым, возлюбленным, преданным Господа. Слугой. Слугой. Возлюбленным Слугой Господа. Вместе с этим мы знаем, что Бхагаватам описывает Прохладу Махараджа как того, как того, преданного, которого связывают с Господом Шан-Тараса. Как связать эти две вещи? А какое противоречие? Ну, обычно в Шан-Тарасе там нет тесной связи, любовных взаимоотношений, а тут возлюбленный. Отношения начинаются тогда, когда мы начинаем служить друг другу. И это не означает, что типа все это происходит без эмоций, без ничего. просто существуют разные расы взаимоотношений разных живых существ с Кришной. И Прохладу Махараджа такая раса. Но тем не менее он постоянно думает о Верховном Господе, когда Господь сказал ему, скажи мне, что тебе нужно, я тебе дам, что ответил Прохладу Махарадж. За кого ты меня принимаешь вообще? Как ты себе позволяешь вообще так обо мне думать? Дай Бог, чтобы у нас когда-нибудь развилось такое отношение к Господу. Это не означает, что нет эмоций. У каждого живого существа есть своя раса отношения с Господом. и у кого-то Шантараса, у кого-то Дасия раса, у кого-то Сакия раса. Одно из определений Шантарасы это нейтральное отношение к Богу, понимание Его величия, но в ней нет деятельного служения Господу. Поэтому лишена взаимного обмена любовного. но по описаниям даже в Лилии с Нисимхадевой с Кираньях Кашпул мы видим, что там как минимум как минимум Дасия раса. Ну в Шанте можно воспевать тоже, почему нет? Я просто не очень понимаю в чем противоречие. По-моему здесь нет противоречия никакого. Он постоянно думает о Господе, но тем не менее у него нет какого-то ну то есть он думает о нем постоянно. Он видит во всем Верховного Господа. Что вас напрягает еще за гуморфором? Даже после того, как Нисимхадев пришел он дал конкретное служение про Хладу Махараджу. править царство. А это уже взаимный обмен чувств определенный. А Шантараса описывается как на примере земли, травы, деревья, цветы, фрукты на прокладом гаража. Они находятся в земле, трава, фрукты, прокладом гаража. Да, не очень понятно. Так говорят Ачария. Поэтому у меня нет какого-то то есть у него нет какой-то конкретной речи. Стан выполнять наставление Верховного Господа править царством вместо своего отца. Тем не еще остается Шантараса. В духовном мире расы не меняются. У него всегда будет эта раса. А вот есть ли вот этот принцип, которым вы за... Можно камеру чуть-чуть разожгнуть? Еще вот градусов 30. Ну, я просто не могу. Наверное, направлено божество. То есть вот принцип вот этой благодарности, что вы сказали, и это хорошая культура поведения. при этом если мы допустим опять же помните я вам этот пример приводил. у вас есть части в вашем теле есть части. Когда я с вами здороваюсь, я могу за руку вас, хотя это не всегда в принципе такой прям уж культуры здороваться за руку. А вы можете поблагодарить мои части, например, мою руку, которая вам вытащила ладу, и вот вы благодарны этой руке, благодарны моему языку, который там сказал вам доброе слово. например, то есть не может при этом быть допущена некоторая ошибка незаметной, ну незамечания Кришны, ну личности, личности, которой собственно мы неотъемлемые части. Ну то есть все преданные, они не разделены с Кришной и они никогда не согласятся, чтобы им непосредственно им отдельно от Кришны что-то приносилось. Поэтому вопрос можно ли вот как бы вот эту сферу отношений всегда делать вот все-таки завершать ее правильным акцентом, что мы во всех видим Кришну и мы строим отношения всегда с Ним. Подходим мы к человеку, подходим мы там к дереву или еще к чему-то. Мы всегда подходим в отношения с Кришной, всегда в отношениях с Кришной. Независимо от того, с кем бы мы тут непосредственно не встречались. То есть этого можно сказать мы боимся, типа мы превращаемся в имперсоналистов по отношению к людям или к живым существам. Но если все-таки разобраться более точно вот с этим начиная с того, что я вам привел. разобраться с Кришной. Ну, смотрите, несомненно, мы пытаемся каждый на своем уровне видеть все в связи с Кришной. И когда нас благодарят, мы также можем сказать я тут ни при чем. Это все Кришна. Это вот от него все. На самом деле Кришна говорит, что он талант в человеке. То есть каждому он дал какие-то таланты. Кому-то дал талант связанный с музыкой. Кому-то кому-то дал талант очень вкусно готовить. Кому-то дал талант еще в дополнение вкусно готовить, красиво наряжать божеств. Кто-то просто по своей природе может хорошо водить машину, не устает. И так далее. Можно список до завтра продолжать. Но все это от Кришны. Нет никакого сомнения, что мы должны со временем научиться. Почему мы должны проявлять уважение ко всем? Да про то лишь простой причине, что в сердце каждого находится Кришна. Если мы проявляем кому-то неуважение, мы в первую очередь проявляем неудовольствие Кришне. Но вместе с этим каждый человек является личностью. Каждое существо является личностью. И помимо того, что мы видим всех в связи с Кришной, то есть по поводу себя это только пожелание, но тем не менее мы видя всех в связи с Кришной, мы не должны забывать, что каждая отдельная личность неотъемлемо связана с Кришной, хочет он этого или нет. Это как раз не то, что он может выбрать, типа я буду несвязанный или я буду связанный. Нет такой опции несвязанности с Кришной, потому что если бы не было Кришны, не было солнца, не было воздуха, не было земли, не было бы Украины, не было бы Израиля, ничего бы не было, потому что мы знаем, что без взгляда Кришны ничего не оживает. Ученые пытаются разобрать живое существо на атомы, как конструктор, а потом пытаются собрать. Когда они собирают, не хватает одного элемента, взгляда с Кришной, потом ничего не оживает. Так и здесь. То есть это важно, чтобы мы проявляли своё персональное отношение не только к Кришне, но и к Его отдельным частицам. Это вопрос как раз в крайней, в другую сторону. Вы сказали, что мы можем само собой разумеющимся считать, что ну да, это же я с Кришной. Понимаете, вот как вы сами только что говорили, перечисляли, что мы само собой разумеющимся считаем, что это уже означает к Кришне отношение. Но чтобы не стало это как бы таким механическим фоном просто в нашей жизни. Со временем это произойдёт, что мы будем видеть всё в связи с Кришной. Но на этом нужно время. Иногда очень много времени. Да, конечно, я что-то говорю. У меня просто дополнение в защиту благодарности. Благодарность относится к гуне благости, сатва гуна. Человек в раджесе или в невежестве, он не может благодарить. И как минимум, даже если человек не способен во всём сразу видеть Господа, если он будет практиковать сатва гуну, ему со временем станет этого мало, и он начнёт больше задумываться, а откуда всё это прекрасное, за что я благодарю, кто же это создал. И он, естественно, или не естественно, а по милости опять же преданных, или изучение священных писаний и так далее, он будет уже способен это всё реально связывать с Господом, не искусственно, а именно он будет чувствовать присутствие Господа. Ра-са-ха-ма-псукан-да-я, он будет пить воду и будет злово Гришна. Спасибо, такой вкус удивительный. Это же ты! Вчера, да, Парампурша Прабху подошёл и сказал, пьёт воду и говорит, «О, такая вкусная вода!» Как Кришна. Кришна, вот он, вкус воды, вот он подошёл к нас, всё-таки, Кумарам Прабху и сказал это. То есть, смотрите, то есть, на мой взгляд, нет противоречия. То есть, когда мы уделяем соответствующее уважение к личности конкретной, мы также уделяем уважение к Кришне, потому что Кришна находится в сердце этого человека. И Кришна не примет наше какое-то уважение, если мы будем игнорировать его частички. Мы же не правопаде доверяем. Да. Подобным же образом, если вы любите кого-то, вы должны любить через любовь к Богу, через Бога. В противном случае, никакая любовь не получится. Всё это будет только искусственная любовь. Это то же самое, как если вы будете снабжать тело пищей через анальные отверстия. Это самое искусственное, и это приносит очень много беспокойств. Точно так же, если я хочу любить кого-то, не любя при этом Бога, всё это будет лишь ложным проявлением любви. Можно привести очень много других примеров. Это буквально, в этом не нужно искать подсмысл. Шилаправпада говорит прямо. Если вы хотите строить отношения с живыми существами, сначала спросите, чьи они? Понимаете? Из-за того, что мы не понимаем, в первую очередь, чьи они, у нас возникает вожделение, когда мы смотрим на противоположный пол. Ну, например, если есть девушка, и я не знаю, что она моя сестра, понятно, да, что у меня возникает? Но если я знаю, что это моя сестра, а почему у меня так меняется отношение? Потому что у нас есть отец, и я с ней строю отношения через отца, а не просто, как я встретился здесь сейчас с кем-то, и пытаюсь с ней или с ним устроить отношения. Ну, это процесс, который занимает очень много времени. Мы не можем ожидать, что этот процесс произойдет. И познание Бога происходит в первую очередь при помощи уважения к Его конкретным частицам. Мы никогда, никогда не познаем Кришну, если мы будем игнорировать Его отдельные частицы. Будем воспринимать то, что Игорь сегодня приготовил завтрак, завтрак, как само собой разумеющийся. В тот случай, что если мы будем это делать, мы никогда не развеем отношения с Кришной. На это нет никакого шанса. С другой стороны, смотрите, простите, я, может быть, не в том тоне задаю вопрос, но если разобраться, вот ребенок, рождается на свет ребенок, появляется. Прежде всего, он не с братиками и сестрами в отношениях. Он с мамой и с папой. Они выпустят его в это общество, его братика и сестер, пока они его не поднимут и не дадут ему вот эту любовь. Понимаете? Иначе он не сможет, он не будет правильно строить отношения со своими братиками и сестрами. Это разве не в природе вещей? Ну, представьте себе такую ситуацию. Сегодня вот Игорь приготовил классный обед. Я прихожу к Шинитая Гурчандре и говорю, Шинитая Гурчандра, большое спасибо тебе за обед. Как это? Это классно. Это классно, это супер. Надо пойти к Игорю, чтобы он узнал о том, что мне понравилось. Ну, то есть, если Шинитая Гурчандра потом пойдет, ему расскажет. Ну, то есть, если мы не хотим эксплуатировать Шинитая Гурчандру в этом направлении, мы подойдем сами к Игорю и поблагодарим. Большое спасибо, что ты приобрел. Несомненно, нам нужно понимать, что, потому что все, что мы видим вне связи с Верховным Господом, это греховная деятельность. По определению. Все, что не связано в нашем понимании с Верховным Господом, это греховная деятельность. Потому что нет ничего не связано с Верховным Господом. Это плитка связана с Верховным Господом. Потому что, если бы его не было, плитки бы не было, микрофона бы не было, компьютера бы не было, телефона бы не было, ничего бы не было. Но важно это осознавать. Каждое мгновение жизни. Это процесс, который занимает определенное количество времени. Потому что, если бы мы это осознавали, мы бы так не относились друг к другу, как мы относимся. Это бы не происходило. Потому что я понимал, что в сердце Шады Кумара находится Кришна, в вашем сердце Кришна, в сердце Макса Кришна, и я бы только на основании этого проявлял уважение и заботу о вас, потому что там Кришна, и я заботюсь о вас, заботюсь о Кришне. Но ввиду моего сознания есть определенный путь. Если я вижу, по большому счету не вижу все в связи с Кришной, но если я проявляю какую-то любовь, заботу о его частичках, Кришна это принимает. Как заботу о себе. Это не этикет. Это по сути понимание Кришны, потому что Кришна, Он сам заботится о всех живых существах, и если мы можем Ему немножко в этом помочь, то Кришна очень доволен. По крайней мере, это то, что я слышал от разных, очень возвышенных Вишнавов. Вот. Нам нужно заканчивать, потому что время это также Кришна. Кран-тараши, пан-барга, ватамки! Всего пропадаки! Продолжение следует...